Олег, от чего ты отказался, когда пришел в церковь? Но ты курил до уверования, и тебе сказали, что больше нельзя? То есть ты отказался от курения? Скажите, а у кого из вас похожая история? Костя, у тебя такая же? Я однажды преподал крещение, это было на берегу реки, и люди, которые крестились, они разошлись. Я потом смотрю, стоят два брата, которым я только что крещение преподал, на берегу речки под кустиком, и так смачно курят, и так восхищаются вообще переживанием своим. Я вдруг понимаю, что я им не сказал, что курить надо бросить. Я думал, это все понимают. Но знаете, я уверен, у каждого из нас похожая история. Именно об этом мы чаще всего слышим в церквях, когда выходят люди и свидетельствуют, я был наркоманом, я был алкоголиком, я был бандитом. И мы говорим, вот это да, здорово. И, конечно же, человек говорит, что я от этого отказался, и моя жизнь изменилась после этого, и я теперь другой. Но я хочу прочитать одно место Писания, которое вызывает вопросы в связи с этим. Это послание к филиппийцам, 3 глава, 4 стиха. Мы здесь прочитаем, от чего отказался апостол Павел. Судя по всему, он никогда не курил, он не был алкоголиком, он с детства был наставлен в Писании, он не был наркоманом, он не был бандитом. Но у него тоже было от чего отказаться. И вот то, что он здесь перечисляет, от чего он отказался, у нас вызывает вопросы, у меня, по крайней мере. Это послание к филиппийцам, 3 глава, 4 стиха. Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я подшел щитой. Да и все почитаю щитой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога, поверя, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос и Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить? Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Скажите, вот то, что Павел перечисляет, от чего он отказался, не вызывает ли у вас вопрос, а зачем нужно было от всего этого отказываться? Что плохого? Он говорит, ну вот давайте перечислим. Он говорит, я обрезан восьмой день. И вот мы смотрим сквозь призму, Он говорит, я все это почитаю за ссор, я от всего отказался ради того, чтобы найтись во Христе, чтобы приобрести Христа. Что плохого? В том, что он был обрезан на восьмой день. Бог повелел евреям обрезывать своих мальчиков на восьмой день. Что в этом плохого? Почему от этого нужно отказываться? Согласитесь, непонятно. Он говорит, из рода Израилева колено Вениаминова, еврей от евреев. Ну, потому что были евреи не от евреев. И вы знаете, да, как это происходило. То есть, можно было принять иудаизм и стать евреем, пройдя геюр. В те времена были евреи не от евреев, но были особенно правильные евреи. Такие особенные, кошерные евреи, еврей от евреев. Что в этом плохого? То, что у него, его папа, его мама, его бабушки, дедушки были евреями, он знает, к какому колену он принадлежит. Зачем от этого отказываться? Почему это мешает? Вдруг Павлу мешает найти себя во Христе, познать Христа это мешает. И непременно от этого нужно отречься, отказаться, почитать за мусор. У вас это не вызывает вопроса? Почему? Дальше он говорит по учению фарисей. Послушайте, ну фарисей, уже впоследствии это слово стало словом нарицательным. Но переводится, я не знаток еврита, но насколько я знаю, как ревнитель. И мы видим, что фарисеев народ любил, потому что фарисеев всеми силами старались исполнять то, о чем они говорят. Не всегда получалось, но по крайней мере мы видим, что народ их уважал. Он говорит по учению фарисей, по ревности гонитель Божий. Дальше он, смотрите, говорит, по правде законной, непорочной. То есть, по закону Моисея он соответствует, его жизнь соответствует критериям еврейского праведника, цадыка. Я как бы с русского на русский перевожу. Понимаете, но когда он говорит, что он по правде законной непорочный, он праведник по закону Моисея. И это совершенно не имеется в виду, что Павел сам о себе думает. Вот я так утром проснулся и чувствую прямо вот праведник с утра. Да, потом с женой поговорил и чувствую, как-то праведность отошла от меня. Нет, он говорит, я по правде законной, непорочной. И для того, чтобы сказать такие слова, обращаясь к верующим людям в те времена, все понимали, речь не идет о том, что Павел сам о себе думает, речь идет о вполне конкретных вещах, которые он должен исполнять, и он исполняет. что в этом плохого? Ведь эти правду законную, да, вот закон Моисея Бог дал народу израильскому, а что в этом плохого? Наверное, Павел что-то понимает, чего мы не понимаем. мы считаем, что нам в нашем приближении к Богу мешают наши плохие дела. Вот ты должен отказаться от алкоголя, отказаться от сигарет, отказаться от порнографии, там, да, и от взаимоотношений с противоположным полом, если это не в браке, да, вот и перечень, от чего ты должен отказаться, и тогда у тебя все будет хорошо с Богом. Человек приходит в церковь, он отказался от всего этого, ну, вот многие из вас сидят, да, и вы говорите, да, мы отказались, я тоже от всего этого отказался, я пришел из мира, я не из верующей семьи, пришел во взрослом возрасте, я от всего этого отказался, мне просто сказали, вот это нельзя, это нельзя, это нельзя, все нельзя, короче, было все нельзя, это была церковь, нерегистрированных пятидесятников. Я отказался, потому что так сказали. Знаете, а потом возникает все равно вопрос, ну и что? Ну вот я уже не курю, и что? Стал ли ты от этого счастливее? Ну, может быть, здоровее стал. А вот переживание с Богом от этого как-то ближе стали? От того, что ты бросил курить. Как это повлияло на твои отношения с Богом? И смотришь на такого человека, и не курит, и не пьет, и здоровый образ жизни ведет, и вроде бы и в церковь ходит, и Библию читают. Ну, прямо вот по правде закона Моисея не порочь. Ну, давайте не по правде закона Моисея, по правде церкви, как вы называете, город света или дом света? По правде закона церкви дом света, ну вот, Костя, непорочно у нас. Вот с какой стороны не посмотри, везде правильно. Аминь, я не сомневаюсь, да. Классный брат. Но если спросить Костю, Костя, ты доволен тем, что есть? Или ты внутри как-то чувствуешь, у Бога есть что-то большее для меня? Ты сидишь сам, вот перед собой думаешь, ну мне вот, ну и толку для меня как бы вот, ну да, но я уже не помню, не помню вкус алкоголя. Я не могу вспомнить, когда я последний раз ругался матом. Две недели назад шарахнул по пальцу кувалдой, когда выбивал там одну на работе штуку. Знаете, и потом через время вдруг осознал, у меня ни одно гнилое слово не вырвалось в этот момент, а ударил сильно прямо так, напухло сразу вот так рука вся. И я понимаю, внутри меня уже нет этих слов давно. Но вот в повседневности, вот в каждом дне своей жизни, ну ты от этого что, прямо радуешься так? Смотрите, апостол Павел, вот все, что он перечислил, он перечисляет свои достоинства на самом деле, от которых он отказался, которые он почитает за ссор, для того, чтобы найтись во Христе. И смотрите, он ведь планку, он высоко поднимает, смотрите, что он хочет. Я для него, я от всего отказался, я все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога, по вере. И вот он дальше говорит, чтобы познать Его, ты хочешь сказать, вот эти хорошие вещи, которые есть в твоей жизни, они мешают тебе познать Христа? Но он считает, что мешают. Чтобы познать Его, есть что-то еще, он говорит, и силу воскресения Его. Здесь, вот в этой земной жизни, я хочу познать больше и участие в страданиях Его. Смотрите, о чем Он просит. И подумайте, о чем мы с вами молимся. Мы хотим познать Христа во всяком благословении, во всяком достатке, во всяком здоровье, в уважении, в почтении, в славе. Ну так ведь? Приди к Богу, и у тебя все будет хорошо. У тебя все плохо. Да ты не в правильную церковь ходишь. Начни ходить в правильную церковь, попрет. Просто вот в каждой сфере твоей жизни просто взрыв произойдет, все здорово будет. У меня в церкви один был мужчина, который так и благовествовал. Вот я пришел в церковь, он бизнесмен был, и у меня карманы от бабок топыриться начали. И вот он подходил к своим друзьям, бизнесменам, и говорил, хочешь, чтобы карманы от бабок топырились? Приходи в церковь. Такое, Евангелие новое. А потом эта семья бизнесменов через два года подходят ко мне, они говорят, пастор, мы решили уйти из церкви. Я говорю, почему? Он говорит, ну вот нас Артур привел, сказал, что карманы будут топыриться. Мы походили два года, что-то как не топырились, так и не топырятся. Что-то, наверное, это в нашей жизни не работает. Короче, мы пошли. Понимаете? Они хотели найтись как бы во Христе, но найтись в славе, в богатстве, в достатке. А Павел, о чем он молится? Смотрите, он вообще не молится здесь о достатке, о славе. Он говорит, я ради всего отказался, чтобы найтись во Христе и стать, и участие, чтобы познать участие в страданиях Его. Сумасшедший, согласитесь. Кто из нас об этом молится? Надо сказать, он удостоился. Он мученически был убит, не дожив одного года до дня смерти Нерона, при котором прошла вся его жизнь. Апостол Павел вошел в активное служение где-то приблизительно в 48-49 году, когда Дух Святой в Антиохии и сказал, отделите мне Павла и Варнаву на служение. Вот знаете, самое неудачное время что-то начинать. Потому что спустя несколько лет воцарился Нерон, самый сумасшедший император, который спал со своей матерью, как с женой. сегодня говорят, что он был просто больной психически. То, что он делал, он был больной психически. И все время служения Павла, и когда мы читаем, что он добивается суда у Кесаря, он хочет встретиться с Нероном. Кесарь, Нерон в это время. И он с ним так и не встретился, судя по всему, потому что мы об этом не читаем. И смотря на жизнь апостола Павла, мы видим, что да, Бог ответил на его молитву. Ему пришлось пережить и стать соучастником страданий Христа. Он об этом молился. Знаете, если бы он этого не хотел, то он не почитал бы за ссор и свое римское гражданство. Он не почитал бы за ссор все эти привилегии, которые у него были. Фарисеи от фарисеев, иудеи от евреев, по учению фарисеев, непорочный. Он не отказывался бы от этого всего. Чтобы познать участие в страданиях его, сообразуя смертью его, мы хотим сообразоваться с его славой. А Павел хотел сообразоваться с его смертью, чтобы достигнуть воскресения из мертвых. Павел что-то понимает, не сообразовавшись с его смертью, не достигнешь воскресения из мертвых. Мы хотим достигнуть воскресения из мертвых, но мы не хотим сообразовываться со смертью Христа, со страданиями его, мы не хотим ничего терпеть. Когда приходится что-то терпеть, мы говорим, что-то неправильно в нашей жизни. И он говорит, я не почитаю себя достигшим, только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели. Знаете, и вот мы можем сделать вывод, что иногда ближе познать Бога, познать Его вот так, как Павел говорит, так как Он меня познал. Вот я хочу в такой мере познать Христа. Вот настолько проникнуть в Него, настолько понять, осознать. Павел не только интересовал Христос прославленный, Его интересовал и Христос униженный. Он говорит, я хочу проникнуть в это все, сообразоваться с Его смертью, с Его воскресением. и есть что-то, что мне мешает это сделать. Что? Знаете, все то, что перечисляет апостол Павел, это все его былые заслуги. Я хочу об этом поговорить с вами. Знаете, мы в прошлой жизни мирской у нас были какие-то достижения. Ну, у кого-то из нас. Кто-то успел пожить, успел в чем-то состояться. Кто-то, придя уже в церковь, и, может быть, вы не особо состоялись в каких-то профессиональных сферах, но у вас есть ваш опыт. И вы по правде закона той церкви, где вы были последние 10 лет, вы были на хорошем счету, вас уважали. У вас есть репутация, есть имя. Это то, с чем мы носимся. И, знаете, я заметил, что люди, сделав что-то доброе, хорошее, они об этом помнят, когда они сами это сделали. А когда что-то сделали плохое, быстро забывают. Кто замечал это? Я вот удивляюсь. Знаете, я больше 20 лет назад дал одному человеку 100 долларов. Я до сих пор из головы не могу выкинуть. Мой однокурсник попросил 100 долларов, говорит, Боря, через месяц отдам. Уже больше 20 лет прошло. Я до сих пор помню, что я ему дал 20 долларов. Я ему уже звоню, ну, уже не сейчас, звонил какое-то время, хоть с ним поговорить, просто не о деньгах. Мне интересно, как его жизнь дальше сложилась. Все не могу найти. Помню, что 20 лет назад дал 20 долларов. Ой, 100 долларов, простите. 100 долларов, да. И на тот момент, ну, и на этот, для меня как бы это были небольшие деньги. Я был директором на фирме, и это были небольшие деньги для меня. А помнишь? Знаете, есть в каждой семье, наверное, специалист, как правило, это жена, которая помнит все, что она сделала 10 лет назад доброго, и помнит все косяки мужа, который он сделал 10 лет назад, да, все, что плохое. Вот наша почему-то память так работает, добро, которое мы сделали, мы помним, и мы носимся с ним. А наши ошибки мы быстро забываем, и мы как бы делаем вид, что этого никогда не было, а иногда на самом деле забываем, что я правда так сказал. Да не мог я так сказать. Да, и мы иногда даже забываем. оказывается, даже то доброе твои заслуги, твои на самом деле достижения в хороших сферах могут быть препятствием для того, чтобы тебе делать следующий шаг и чтобы двигаться дальше. А ведь несмотря на то, что Костя и не курит, и не пьет, и в общем-то мы видим, лишним весом не страдает, да, активный образ жизни ведет, но внутри все равно что-то говорит, я хочу познать его больше. Не знаю, молится ли он, чтобы познать силу страдания его и сообразоваться со смертью его, вот, но у каждого из нас есть это желание познать больше. Я хочу больше благодати Божьей. Ну, благодать Божьей, она же всем нам принадлежит. Разве Бог не излил на тебя свою благодать? Излил, конечно. Разве ты ее не чувствовал за все эти годы, пока ты ходишь в церковь? Конечно, чувствовал. А что ты еще хочешь? Больше хочу. Я хочу больше. И вот я сейчас прочитаю следующее местописание, которое поможет нам понять логику апостола Павла. Почему он отказывается от своих достижений ради того, чтобы познать большее? Почему то хорошее, все, что было вчера, почему все это стало препятствием для него? И он не хочет быть вот этим героем былых времен. Знаете, такая песня есть? О героях былых времен не осталось порой имен. О наших героях все известно досконально. Мы не даем забывать никому, что мы тут герои на самом деле. И мы хотим, чтобы все наши добрые дела помнили и знали, пастор, это же я жертвовал на кирпичи, когда церковь строилась. Это же я крышу здесь делал. А знаете, сколько я десятин приносил в церковь? Это же я кто-то я сталкивался, когда в церкви есть человек, который пастора к Богу привел. Ну а потом этот человек вырос из толпы. Это же я его привел 20 лет назад, 30 лет назад. Знаете, как с флагом. Человек ходит по жизни со своими былыми заслугами. Не понимая, что, знаете, все, что было вчера, это все ушло. Есть сегодня и есть завтра. И мы хотим вот в том завтрашнем дне познать Бога больше. Давайте откроем книгу Левит первую главу. Кто читал книгу Левит? Мало, но слава Богу. Остальные, я верю, тоже вы читали, но, может быть, вы не обращали на это внимания. В первой главе книги Левит Бог говорит об одной особенной жертве, которую могут приносить люди из народа израильского. Он говорит о жертве всесожжения. Кто из вас что-то слышал о жертве всесожжения? Эта жертва, она выбивается из порядка всех других жертв. Потому что все остальные жертвоприношения, они были вменены в обязанность. Человек обязан был это делать для того, чтобы его грехи были покрыты. в отношении десятины все было понятно. Не 9% и не 11%. 10% принес Богу от своих доходов. Ты красавчик, молодец. Все, по закону Моисея непорочный в этой сфере. Но вот здесь в первой главе он говорит об одной особенной жертве. Он говорит о жертве всесожжения. С первого стиха прочитаю. «И возвал Господь к Моисею и сказал ему из Кинии собрания, говоря, «Объяви сыном Израилевым и скажи, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота принесите жертву вашу из скота крупного и мелкого, если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока и возложит руку свою на голову жертвы всесожжения и приобретет он благоволение в очищение грехов его». Заметьте, он говорит, если захочет кто из вас, он не говорит о жертве, которую обязаны были приносить евреи, говоря об этой жертве, он говорит, если кто захочет, если кто захочет приобрести больше благоволения. Я с одним раввином, когда разговаривал, он говорит, если еврей обрезан, соблюдает шаббат и соблюдает кашрут, к нему нет никаких претензий. с точки зрения закона Моисея, к нему нет претензий. И вот такой еврей мы можем представить себе, он обрезан, он соблюдает шаббат, он соблюдает кашрут, он живет по всем правилам, а что-то внутри него, как вот в сердце у кости, говорит, хочу больше и в моем сердце, хочу больше благоволения Бога. Тебя что, мало? Мало, хочу больше. и вот он здесь говорит, если кто захочет, и приобретет он благоволение во очищение грехов его, и он дает это постановление о жертве всесожжения. И вот я хочу об этой жертве сегодня с вами поговорить. Эта жертва, она, как я уже сказал, она совершенно особенная, она выбивается из ряда остальных жертв. И первое, что вот характеризует это жертвоприношение, это жертвоприношение приносилось ежедневно. Его можно было приносить каждый день. Все остальные жертвы, они были регламентированы. ты согрешил, ты принес жертву, там по доходу своему подостатку или птицу или ягненка, все правильно сделал, все твои грехи прощены, обновилась благодать Божья в твоей жизни, все, можешь идти домой, а завтра можно приду? Не нужно, твои грехи покрыты, все, Бог смотрит на тебя, как на своего сына, твои отношения с Богом восстановлены. Грехи покрыты. Но жертва всесожжения это та жертва, в отношении которой Бог не поставил никакие границы. Он говорит, если хочешь больше благоволения в своей жизни, ты можешь это делать каждый день. Что и завтра могу, и завтра можешь, а послезавтра ты можешь есть что-то, что мы можем делать для Бога каждый день. И знаете, потрясающая особенность этой жертвы, вот она как раз в том, что это необязательная жертва. Бог не требует эту жертву от человека. От этой жертвы не зависело спасение человека, прощение грехов не зависело. Вот грехи хочешь, чтобы были покрыты, вот сделал один раз, принес и до следующего раза. А эта жертва, она необязательная. Человек мог приносить эту жертву только когда он хотел ее принести по желанию своему, хоть каждый день. Это единственная жертва, которую было разрешено приносить иноплеменнику. Язычники не могли приносить Богу жертвоприношения в храме. Но жертва всесожжения, она была доступна для язычников. Это единственная жертва, которая была доступна для всех. Это то, что мог делать каждый человек. Сегодня независимо пастор он, епископ, не знаю, звезда на христианском небосклоне и у него особенные отношения с Богом. И ты пришел только делаешь свои первые шаги. Есть что-то, через что ты можешь получить доступ к благодати Божией каждый день. Есть что-то, что ты можешь делать каждый день, и это находится в той сфере, где ты всегда будешь угоден Богу. И есть какие-то дела, которые ты можешь делать каждый день, которые будут как магнит притягивать его благоволение в твою жизнь. это жертва, в отличие от других жертв, она приносилась не только добровольно, она приносилась лично. Знаете, мы наслушались сейчас о делегировании и сегодня специалистов много, знаете, в семье мы можем встретиться со специалистами по делегированию, все понимают, что такое делегирование, да, это когда муж рассказывает жене, как мыть тарелки, жена рассказывает мужу, как ремонтировать машину, да, мы что-то, то, что мы должны сделать, мы доверяем детям это сделать, поручаем им это сделать, мы все распределили, все работает, а мы можем сидеть телевизор смотреть, мы все распределили, знаете, в этом отношении в моей жизни был момент, когда вот я столкнулся с другим подходом, вот представьте, я сижу на такой хорошей конференции в Москве, приехал очень известный служитель Лэри Стокстил, вот он проповедует, ну, вот я вам только вот скажу о нем, может быть, мало кто его знает, но только одна его дочерняя церковь, 50 тысяч человек в Америке, ну, вот, как бы, это такого плана служитель, он уже, ему где-то под 70 лет, наверное, вот, и, и вот он проповедует, и потом он, он написал книгу, и он там начинает говорить об этой книге, и, и он говорит, и я хочу вам, ну, вот, к концу конференции, просто каждого из вас благословить этой книгой, в зале порядка тысячи человек, и на вечернем служении в этот же день мне пишет в телефон мой пастор, пастор церкви, вот где я вырос, откуда я приехал миссионером уже в Россию, Петр Коваленко, пастор Харьковской церкви, в церкви, четыре тысячи человек, огромное здание в собственности, больше двадцати человек сотрудников в церкви, и пастор пишет мне, говорит, Борис, ты в Москве сейчас, я говорю, да, на конференции, он говорит, ты мог бы завтра меня встретить на вокзале утром, я приеду из Харькова, это было еще до вот этих событий всех, я приеду из Харькова и привезу, просто у меня неподъемная сумка, потому что Лэри Стокстилл попросил меня, книги, оказывается, были в Харькове, они напечатаны были в Харькове, и нужно было быстро их привезти, и он говорит, я их поездом привезу, меня там в Харькове посадят, а здесь, в Москве, мне нужно, чтобы меня кто-то встретил, потому что я сам не донесу, ну, книги, вы понимаете, да, в таком количестве, я ему говорю, пастор Петр, у меня, знаете, как бы пазлы в голове не стыковались, я ему простой вопрос задал, а почему вы везете эти книги, у вас столько людей работает в церкви, вы любого парня крепкого можете взять, или двоих, и они привезут, вы же им дорогу оплатите до Москвы, вот в Москве побудут, он говорит, есть что-то, что я хочу делать для Бога лично, есть что-то в моей жизни, что я не обязан делать, но я хочу это делать именно в этой сфере, где я не обязан, но я могу, и я хочу это делать лично, и знаете, я потом размышлял вот над этим, я потом уже увидел вот эти моменты, в Писании, когда Бог говорит о каких-то сферах в нашей жизни, где мы не обязаны, мы не обязаны это делать, Бог не вменяет нам это в обязанность, но Он говорит, если хочешь больше благоволения, ты можешь что-то делать для меня, но тебе нужно найти ту сферу, где ты не обязан, но можешь, и ревновать об этом, и знаете, с тех пор я, у меня люди в церкви знают, я, когда и сослужение, и наслужение, у нас это не так развито, как вот здесь, потому что у нас по воскресеньям транспорт ходит хорошо, люди сами добираются, но я ревную о том, чтобы кого-то взять и кого-то привезти на служение, у меня семиместная машина там, и отвезти назад после служения, я стараюсь, чтобы машина была забита, и знаете, и люди часто говорят, пастор, ну вы же не обязаны, мы сами как-нибудь доедем, мы же не обязаны, вы же не обязаны, я говорю, вот в этом весь, весь и смысл, почему я это делаю, для меня это сфера, где я не обязан, я хочу больше благоволения Бога, поэтому, когда я, и люди в церкви знают, если я довожу кого-то куда-то, я всегда довожу до подъезда, не до ближайшего перекрестка, сестра, там дойдешь, я везу прямо до подъезда, и я говорю, если бы можно было на этаж поднять на машине тебя, то я бы и на этаж заехал бы на машине, но вы же не обязаны это делать, да, я не обязан это делать, это то, почему я это делаю, я хочу, чтобы в моей жизни были те сферы, где я не обязан делать, но я делаю это для Бога, это добровольная жертва, в той сфере, где ты не обязан, и ты в этот момент что-то особенное чувствуешь, правда, в церкви потом проблемы начались, братья начали жаловаться, говорят, пастор, вы их довозите до подъезда, они теперь с нас требуют, чтобы мы их до подъезда довозили, люди ко всему доброму привыкают, знаете, но я думаю, что если бы Христос имел автомобиль, он бы довозил до подъезда, да, его благодать, ее всегда больше, чем нам нужно, и вот жертва, о которой мы говорим, она должна была приноситься лично, добровольно и лично, это то, что ты не можешь никому делегировать, если ты делегировал, ты потерял, нет, ты ничего плохого не сделал, но ты как бы не призвал вот это благоволение Божье в свою жизнь, к этой жертве предъявлялись требования в отношении стоимости жертвы, и человек приносил ее по своему достатку, не было регламентировано, вот, чтобы благоволение больше было, вот, что ты должен принести, человеку давалась в этом свобода, и все решал ты сам, ты сам устанавливал границы для благоволения Бога в своей жизни, когда мы сегодня что-то делаем для Бога, мы можем делать в сфере, ну вот, достаточно и хватит, да, или по минимальному чему-то, а мы можем относиться по-другому, понимая, что мы сами устанавливаем вот эти границы, что мы можем делать для него, знаете, я, вот, Лена знает об этом, я иногда, пока я доеду домой, я иногда километров 50 на машине проеду, приезжаю уже там после служения, не знаю, часа через три домой, а иногда я ездил за 90 километров, просто вот после служения, просто, чтобы отвезти, зная, что сестра может уехать автобусом, но я ее быстрее довезу, чем автобусом, знаете, вот эта мера, она нами определяется, к этой жертве предъявлялось требование, она должна было быть непорочной, вот как к пасхальной жертве, помните, да, предъявлялись требования, она должна была быть непорочной, а что, ну, я же не обязан, ну, подумаешь, там, я принес какого-то ягненка, ну, чуть-чуть кривоватого, подешевле купил, ну, я же принес, да, здорово, молодец, ты принес, ты деньги потратил, внешность вроде бы соблел, а благоволение не приобрел, знаете, когда мы вот в этой сфере, вы же понимаете, о чем я говорю, да, я же не о храме говорю, я говорю о наших взаимоотношениях с людьми на самом деле, взялся помогать кому-то, пусть эта жертва будет без порока, сделай, как для Господа, взялся подвозить кого-то, вези так, чтобы человек за сердце не хватался каждый раз, когда ты там успеть все пытаешься куда-то, а чтобы он расслабился и получал удовольствие от твоей езды, решил кого-то благословить, я хочу тебя благословить, на тебе три шекеля, и ты не знаешь это благословение или это издевательство, пастор у нас в объединении в Белгороде один пастор решил собрать пожертвование для беженцев из Украины, потом на пасторское приходит, говорит, я такой расстроенный, собрали тысячу рублей, знаете, сколько это в шекелях, разделите на 20, 50 шекелей, в церкви человек 50, он говорит, я вот думаю, это благословение или это издевательство какое-то, они что, на самом деле думают, что за вот эти деньги мы можем чем-то благословить людей, вот эта жертва всесожжения, если человек хотел, чтобы эта жертва была вот именно принята Богом, как жертва всесожжения и принесла больше благоволения в его жизнь, Бог не ограничивал размер, и Он предъявлял этой жертве, Он предъявлял требование, она должна быть непорочной, с чистым сердцем, без всякого злого, ну не то, что злого, а какого-то умысла, ну вот я там помогу ему сейчас, а завтра Он мне поможет, да, или приду сейчас, скажу, пастор, Бог мне сказал помочь тебе, вот тебе мои тысячи рублей, а потом я подойду и скажу, пастор, помнишь, я же тебе там деньги давал, да, вот, вот, сделай теперь вот это, вот это и вот это, то есть, чтобы потом воспользоваться как-то результатами своего доброго дела. Жертва должна быть без порока, и вот еще один момент касательно этой жертвы меня просто, вот знаете, до глубины души трогает, это было единственное жертвоприношение, которое должно было сгореть на алтаре полностью, вот когда приносили другие жертвы, вы знаете, что там часть от жертв священники оставляли себе, они от этого жили, они от этого питались, это оставалось им, но жертва всесожжения, от нее никто не мог воспользоваться чем-то, она возлагалась на алтарь, и она должна была на алтаре сгореть полностью, а утром приходил священник с лопаткой и собирал пепел вчерашней жертвы, и он должен был взять этот пепел, вынести его за стан, и развеять пепел вчерашних жертв, мы сейчас об этом прочитаем, это будет еще одно место сегодня, в конце я прочитаю, он должен был развеять пепел вчерашних жертв, знаете, какую мы огромную ошибку делаем, мы хотим благоволения Бога, мы потратили деньги, время, мы что-то сделали для Бога, для людей, хорошее дело, доброе дело, мы возложили это доброе дело на алтарь, мы сказали, это для Бога, мы это делаем для Бога, да, чаще всего ты делаешь это для человека, но ты говоришь, Господь, я это для тебя делаю, мы возлагаем нашу жертву на алтарь, но мы не позволяем ей сгореть полностью, скажите, что можно сказать о вчерашней жертве, когда вы приходили утром и вы видели горстку пепла, что можно сказать о жертве вчерашней по пеплу, что она была, можно ли сказать, посмотри, какую корову я принес, какие глаза у нее были, а шерсть, не то, что ты барана своего притащил, а ты вообще там птичку какую-то принес, вот, что можно сказать, смотря на пепел, какой была жертва, ничего, послушайте, почему Бог повелел священникам вот таким образом обходиться с пеплом вчерашних жертв, собрать в совочеке, рассеять все это застаном, он там говорит, для того, чтобы огонь горел на жертвеннике и не угасал, потому что пепел вчерашних жертв гореть не может, все, что могло гореть, да, вот эти биологические все вещества, которые могли гореть, они сгорели, знаете, некоторые из нас, мы носимся вот с этим пеплом вчерашних жертв, и мы говорим, а я же был в самом начале, когда церковь начиналась, а я помогал, да, или, а я же тебе помог, а ты, послушайте, мы делаем ошибку, когда мы как родители носимся с пеплом вчерашних жертв, что мы что-то сделали для своих детей, а потом начинаем что-то требовать от них, я ночами не спала, я день и ночь работала, а ты, и знаете, и от таких слов, согласитесь, для наших детей, ну, как бы радости, ну, тебя же никто не заставлял, мы же делаем это из любви для своих детей, что ты носишься потом с этим, знаете, что происходит, когда люди пытаются из пепла раздуть пламя, вот угли раздуть можно, а когда пепел, когда остался пепел, а ты приходишь, такие, знаете, есть специалисты по раздуванию пепла, приходят в церковь и начинают раздувать пепел, можете представить себе, что происходит, когда человек пепел начинает раздувать, знаете, столько мути поднимается всякой, и мы ходим, а в 90-е годы мы так проповедовали, мы так служили, мы так пели, мы так евангелизировали, а вот 20 лет назад, не то, что нынешнее племя, да, богатыри, не вы, Пушкин пошел, да, и мы носимся с этим, знаете, как баба с писанной торбой, со своими вчерашними жертвами, но когда мы пытаемся раздувать этот пепел вчерашних жертв, мы, во-первых, зря время потратили, зря деньги потратили, животное зря убили, потому что оно не стало, когда ты не позволяешь сгореть на алтарях тому доброму, что ты сделал для Бога и для людей, ты не позволяешь сам этой жертве стать жертвой всесожжения Богу, знаете, как на иврите эта жертва называется, олах, вот эта жертва всесожжения называется олах, она буквально переводится как возносящаяся в небеса, позволь тому, что ты делаешь для Бога, вот сгореть на его алтарях полностью, чтобы даже в памяти твоей не осталось, что ты делал, Павел это понимает, когда он говорит, отчего он отказался, знаете, все, что он говорит, все, что он упоминает, это все, что ему много стоило, да, быть по закону Моисея непорочным, это не просто называться, это называться и быть во многих сферах, но он не хочет раздувать этот пепел вчерашних жертв, он говорит, ради того, чтобы познать Христа, его силу воскресения, чтобы найтись в нем, я от этого отказался, он относится к своим былым заслугам, как к пеплу вчерашних жертв, без сожаления, их нужно взять и развеять, и и некуда пойти посмотреть и поностальгировать о былых победах, о былых заслугах каких-то, все это мешает, все это не позволяет нам идти дальше, давайте поднимемся, я хочу помолиться вместе с вами, я знаю, что пришло время двигаться дальше, я знаю, что кому-то из вас вот это бремя былых побед, былых заслуг, оно мешает, и то, что нам необходимо сделать, нам нужно принять решение, ну, если мешает, да, вот, откажись от этого всего, но, но с другой стороны, послушай, если мы хотим с вами, как церковь, больше благоволения Бога, вот, просто станьте вот такими, ну, я в кавычки беру, фанатами, которые ищут возможности сделать что-то для людей в тех сферах, где ты не обязан, но можешь, вот, как этот пастор, который тащил вот эти неподъемные сумки, имея возможность делегировать все это, да, когда люди в церкви за это зарплату получали, но он ревновал о том, чтобы в его жизни было что-то, что он будет лично делать для Бога, вот каждый раз, когда вы приходите на служение, на шаббатное служение, ревнуйте о том, чтобы было что-то, что вы лично сделаете, если вы ни в каком ни в служении, подойдите к пастору, поговорите, или к кому-то из служителей церкви, и скажите, я не хочу просто оставаться, я знаю, что я не обязан, и никто мне руки не выкручивает, я не обязан, но я тоже знаю, о чем апостол Павел говорит, я хочу больше благоволения Бога, я хочу что-то делать для людей, для Бога в церкви, я не обязан, но я хочу больше, это касается и пожертвований ваших, вы не обязаны, но верхнюю планку никто не, ну, как бы, Бог ее не устанавливает для жертв всесожжения, Отец Небесный, я призываю Твою благодать, Твою милость в нашей жизни, я верю, что Ты открываешь для нас какие-то новые грани, новые грани духовной жизни, Господи, они не в какой-то мистике, не в каких-то сверхъестественных проявлениях в первую очередь, Господи, но в нашей способности поступать в этом мире как Ты, как Христос, Господи, Ты не обязан был прийти на эту землю, Ты не обязан был умирать на Голгофском кресте, это стало жертвой всесожжения, это как раз в этой сфере, Господи, именно результатом этой жертвы стали все мы, я прошу Тебя, Отче, помоги каждому из нас приносить такие жертвы Тебе, зная, что Ты не требуешь от нас, но мы, как дети Твои, мы ревнуем об этом, мы ревнуем, мы получаем от этого радость и особенное переживание Твоей благодати, когда мы обнаруживаем такие сферы, и мы служим людям в этих сферах. Пусть наша жертва не будет ограничена ничем, пусть будет что-то в каждом дне нашей жизни, в каждом дне, чтобы мы давали место Тебе, давали место Духу Святому и делали что-то для Тебя и для людей в этой сфере. Помоги нам, Господи, ревновать об этом. Уповаю на Тебя, великий Бог и Царь наш, благодарю Тебя и верю, что все нужды Церкви будут восполнены, верю, что здания мы сможем арендовать, а впоследствии построить. Господи, потому что мы ревнуем о том, чтобы приносить эти жертвы Богу, мы ревнуем о том, чтобы познавать Тебя больше и больше и благодарим Тебя и воздаем Тебя честь, славу и хвалу во имя Иисуса Христа. Аминь. Вас дайте славу Господу. Так, друзья, а мы что-то не сделали, мы не собрали пожертвования, вот вы и попались. Обычно же перед проповедью, да, пожертвования собираются, да. Хорошо, давайте мы помолимся, приготовьте то, что вы планировали сегодня пожертвовать, да, и знаете, вот я с 91-го года верующий, и я заметил, что и когда я даю Богу десятину, и когда я не даю, Он меня любит. И я не чувствую, знаете, что вот прямо не дал десятину, и прямо у меня разрушились отношения с Богом. Знаете, но есть что-то, что мы как бы, может быть, и не обязаны по-большому, ну вы знаете, да, в отношении десятины по-разному, но даже если мы не обязаны, но мы будем это делать, да, тем более, если не обязаны, мы тем более будем делать, потому что тогда это жертва всесожжения для нас, и Бог не ограничивает ее, поэтому давайте с верой, без сожаления, нерваными купюрами, как это иногда бывает, да и пусть это будет для Господа и пред Господом. Отец Небесный, я прошу тебя, можно возьми, Константин, пронеси эту корзинку. Отец Небесный, мы просим тебя, прими это даяние, эти пожертвования, мы знаем, что нужно оплачивать аренду, здесь, Господи, и церковь должна развиваться, и я знаю, что весь ресурс, который нужен телу, он внутри тела заключен, Господи, помоги каждому быть ревностным, быть верным, и прими эти даяния, эти пожертвования от церкви, как благоухание, как жертву, Господи, благодарим Тебя, и воздаем Тебе честь, славу и хвалу, во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok